Приветствую всех зрителей моего канала. После последнего посещения фитнес-клуба я решила целый месяц посвятить свои посты, свои видео теме похудения. Почему? Потому что скоро весна, и я наблюдаю, как похудательная суета начинает захватывать людей, женщин вокруг меня. В моем спортивном клубе, где я занимаюсь, там просто ажиотаж, все атакуют тренеров, все активно участвуют в групповых занятиях, в бассейне и так далее. Я наблюдаю, что на столике у фитнес-тренера лежат такие дневники худеющих, где клиент отражает все свои действия согласно рекомендациям конкретного фитнес-тренера. Что ему есть, как ему двигаться, сколько калорий сегодня используется. И здесь он делает определенные замеры, что до, что в процессе, что после и так далее. Ну, все как по схеме, да? Все как обычно вроде, все как у всех. И у меня, как у специалиста по питанию на основе знаний восточной медицины и диетологии, как у коуча, который занимается как раз индивидуально вопросами похудения, возникает вопрос, а чем вообще история лишнего веса, грубо говоря, Тани, похожа на историю Кати? Почему появился лишний вес у Кати? И почему набрала лишние килограммы Таня? Где причины появления лишних килограммов у одной девушки и у второй девушки? Все ли из вас в курсе, что лишние килограммы – это не только жир, с которым все сейчас активно борются? Очень мало кто знает, что лишний вес – это еще застой жидкости в организме, это наличие большого количества слизи и так далее. И появляются все эти проблемы не только от булок, от сладостей, от жареного, которые якобы мы едим и набираем лишние килограммы. Появляются лишние килограммы даже, казалось бы, от совсем простых продуктов, которые, в общем-то, очень часто входят в диету похудательную очень во многих рекомендациях. И если получается, что это не жир, а вообще-то это что-то такое, о чем даже многие не слышали и даже не догадывались, можно ли все сваливать в одну кучу и решать одними и теми же методами? Как вы сами думаете? Думаю, что есть здесь над чем задуматься, прежде чем кинуться с головой или, наоборот, без головы в этот круговорот килограммов в природе. Так как я, в общем-то, молчать не могу, когда из вас, дорогие девушки, делают встроенных сегодня и больных и старых завтра. В общем-то, мне такой расклад совершенно не нравится, и я поэтому молчать не могу. И я решила целый месяц посвятить теме похудения, теме умного похудения. Чтобы у вас, прежде чем вы сделаете шаг к своему стройному телу, встал вопрос, грамотно ли я это делаю, или я делаю это так, как написано в общих рекомендациях для среднестатистической женщины. Ведь вы сегодня не среднестатистический человек, что вы даже родились совершенно в разную дату, у вас возраст совершенно другой и не похожий на, например, возраст другой клиентки у вашего фитнес-тренера. Вас даже зовут совсем по-другому. У вас даже родители другие. Всё у вас другое. Поэтому к вам общий подход, который, как ко всем, я считаю, что он совершенно неприемлем. И сегодня умное похудение, моя новая программа кучинговая, это моё видение дороги к стройному телу. Это мои такие секретные фишки, достаточно эксклюзивные, которые вы, я думаю, не прочитаете ни на одном форуме в интернете, не услышите ни от одного фитнес-тренера, ни от одного диетолога, который, в общем-то, не владеет очень многими знаниями. Сегодня существует более 28 тысяч всевозможных диет, не считая похудательных чаёв, всяких пилюлик и так далее. Почему при выборе, таком о богатом выборе всего, лишний вес продолжает стоять очень остро? Может, кто из вас ответит? Я жду ваши ответы под этим видео. Если вам интересна эта тема, то подпишитесь на мой канал и будете получать все новинки первыми. Также я благодарю вас за лайк и жду вас на следующей нашей встрече. С вами была я, Даяна Орехова. До новых встреч!